Стандарты оказания экстренной и неотложной помощи. Именно так звучала тема научной практической конференции, которая прошла в зале Дворца культуры «Спартак» с участием работников медицинских учреждений, городов и районов разных профилей. Кроме того, на мероприятие в качестве слушателей были приглашены студенты медицинских колледжей. Слово для открытия конференции было предоставлено заместителю главы администрации муниципального образования города Хасаюрт Исмаилу Дадаеву. В самом начале своего выступления Дадаев от имени главы города поприветствовал всех участников. Подчеркнув, что проведение такого рода мероприятия на базе Центральной городской больницы Хасаюрта не случайно, поскольку в данном медицинском учреждении произошли значительные изменения, наблюдаются положительные сдвиги и большая заслуга в этом главного врача Алжанат Гаджиевой. И тема научной встречи очень важна. От профессионально оказанной помощи во многом зависит жизнь человека. Сегодня прозвучат общинные хорошие прекрасные доклады на эту тему стандарта оказания экстренной и неотложной медицинской помощи пациента, потому что эта помощь, она является наиболее важной, которую медучреждение оказывает нашим пациентам. От того, насколько мы быстро и эффективно окажем экстренную помощь больному, все зависит от дальнейшего его лечения. В продолжении мероприятия слово для выступления было предоставлено главному врачу центральной больницы Хасаюрта Алжанат Гаджиевой, который отметил, что отрадно принимать участие в конференции. И весьма приятно, что для проведения такого масштабного научного праздника был выбран именно Хасаюрт. Почему был выбран Хасаюрт? Наверное, скорее всего, только из-за того, что на самом деле Хасаюрт – это тот регион, который обслуживает несколько территорий. В Хасаевском районе, вы прекрасно знаете, до сих пор нет у нас стационарной медицинской помощи. Отделение острых нарушений сосудистых, оно у нас межтерректориальное, которое обслуживает несколько пациентов. То же самое у нас и другие профильные отделения. Поэтому нам очень приятно, и мы рады, что Министерство здравоохранения выбрало именно эту территорию. И буду надеяться, что это не разовая акция, и нам это очень понравится. И мы уже будем сами инициаторами, будем вас приглашать к нам сюда. Далее, перейдя непосредственно к раскрытию тем в рамках основной, первым с научным докладом выступил заведующий станции скорой медицинской помощи Махачкалы Станислав Облов, который в своем выступлении затронул ряд основных вопросов, такие как нормативно-правовые акты оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях, извлечение пострадавшего из автомобиля, огнестрельные и минно-взрывные травмы, а также тактика оказания до госпитальной медицинской помощи, обозначив, что круг затрагиваемых тем очень актуален в связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий. Принятие мер к оказанию первой помощи относится к обязанностям водителя в связи с ДТП, за невыполнение которых водителю грозит привлечение к административной ответственности и наказание в виде административного штрафа. В том случае, если гражданин заведомо оставил пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, он будет привлечен к уголовной ответственности. Пострадавшему сильной кровопотери или возможными признаками шока следует предать положение на спине с приподнятыми ногами. Поддерживать ноги в приподнятом положении можно с помощью импровизированной опоры, либо с привлечением одного из участников оказания первой помощи. Далее с докладом на тему шоковое состояние при травмах, оценка тяжести состояния, методы и средства обезболивания на этапах медицинской эвакуации выступил борт-реаниматолог Загид Гапаров. Обозначив, что травматизм при дорожно-транспортных происшествиях, к сожалению, самое распространенное в нашей стране, в частности на территории Дагестана. И в ряде случаев от своевременного и быстрого реагирования и оказания помощи зависит состояние пострадавшего. Именно поэтому основные действия в экстренных ситуациях должны быть выработаны до автоматизма. Шоки бывают, их очень множество, и травматический шок, ожоговый, эмолитический, анафилактический, лекарственный. Что касается именно кровопотери, в первой степени шока, это понятно, да, там небольшая потеря крови, гемодинамика не страдает. В принципе, тут помощь минимальная. При шоке второй степени, это субконденсированная кровопотеря в объеме от 11 до 18 мл на килограмм. Систолическое давление снижается до 90-100 мм крупного столба, учащение пульса, усиливается бледность кожных покровок, периферические вены спадаются. На конференции также были затронуты вопросы, касаемые дифференциальной диагностики острых хирургических заболеваний на догоспитальном этапе и ряд других. По словам инициаторов, проведение научных встреч дает положительную динамику, поскольку это главным образом обмен опытом. Вика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа Пульс.